Скажите о Little Wall Arena и о том, почему есть новый формат в игре? Это игра, которая должна быть доступна в долгое время, и для этого режима гораздо более удобная модель фритума. Как будет монетизировать эта игра? Ну, в первую очередь мы хотим обратить внимание, что эта игра не фейк-вейт, не надо платить, чтобы выиграть. Мы хотим, чтобы у платящих и наплачущих игроков было знака шанса выигрывать. Прежде чем, собственно, ввести монетизацию, мы объявили сообществу, как вы собираетесь монетизировать игру, как вы собираетесь зарабатывать. Получили множество хороших и полезных отзывов, и сейчас мы уверены, что эта модель нравится вашему игроку. И у нас есть три основных способа зарабатывать игры. Во-первых, можно ускорять прогресс развития своего персонажа, проезжая на записи, покупая премиум-учетную запись или конверсируя опыт. Во-вторых, у всяких косметические вещи, цветы, цвета баннеров или, по-моему, косметические доспехи. Во-третьих, есть особые подразделения, которые не сильнее других, но отличаются. Эти особые подразделения были узкоспециализированы, чем обычные, но не обязательно сильнее, в частности, как это сделано с римлянами. Исторически у римлян было много тяжелой пехоты, и практически не было кавалерии или лучников. И мы взяли это за основу. Таким образом, вы можете купить себе за реальные деньги лучников, и тогда у вас в группе ваших подразделений будут лучники. Но с другой стороны, вы можете работать вместе с игроком, который играет за греков, и тогда у него будут лучники быть как греков. На каких платформах выходит игра? Игра сейчас выхода только для PC-ности. И закрытая бета, кстати, только что вышла для России. Скажи про геймплей. Это многопользовательская стратегическая игра. Сражаются две команды по 10 игроков. Сеттинг античность. Сначала были только римляне и греки, но с последним апдейтом появились паспоры. Чем отличается будет от обычной Total War? В однопользовательской Total War у вас сражают обычно большие армии, иногда 20 или даже 40 подразделений. Здесь, в Total War Arena, у каждого игрока под контролем всего три подразделения. Но зато вы гораздо больше на них сконцентрированы, приближены к ним и можете управлять им более точно. Кроме того, они быстрее реагируют. Если вы приказываете что-то делать, они делают это моментально. С другой стороны, если вы не приказываете делать, они ничего не делают. В однопользовательской игре у каждого подразделения все-таки был свой какой-то мозг, они что-то делали, даже если вы не обращали на них внимания, потому что 20 минут на времени контролировать невозможно. Таким образом, Total War Arena — это игра, больше построенная на линии микроменеджмента и контролях конкретных единиц. Кроме того, Arena — это только бои. Здесь нет кампании, нет сюжета. У нас есть некоторое развитие. По мере развития вы можете открывать новые подразделения, новые уровни подразделений, новых командиров, которые прикрепляются к подразделению и дают им какие-то полные способности. Это короткосессионная игра. Да, игра проходит довольно быстро, 15 минут ограничены каждый бой. Ваша цель — или захватить базу противника и уничтожить все его войска, если ни того ни другого через 15 лет не произошло, то команда выиграет по очкам. Есть ли там развитие государства? Нет, такого нет. Вы развиваете только свою собственную игру. Вы будете иметь в распоряжении несколько командиров. Каждый из них будет получать достичь новые способности, новые снаряжения, новые подразделения. Вы сможете выбирать и улучшать это между боями, но никакого развития страны в этом нет. Это развики только игроки. Ну, зависит от того, как это определять. Но, да, большой стратегии нет. Большой марш-тайм стратегии нет, поскольку команда зависит от человека, то есть некоторые стратегии на поле боя, а когда подразделения сражаются между собой, то это больше похоже на практику, но большой стратегии нет. А про фичи в игре, где нет других игроков? Отмечу две вещи. Во-первых, по нашим ощущениям, подозрения отзываются гораздо более, гораздо лучше отзываются на команды, управление проходит более гладко, если вы говорите ему что-то сделать, он западет немедленно. Кроме того, в этой игре, в отличие от других игр-серий, более важно позиционирование при атаке с фланга или с пыла от разницы более существенной. Кроме того, способность подразделения, приказы, которые вам отдаёте, выполняются только по вашей команде и вам нужно хорошо выбрать момент, когда это делать. Например, если вы говорите, бросится в атаку, то вам нужно выбрать для этого удачный момент и тогда вы увидите, что разница гораздо больше, эффект гораздо больше и вы получаете от этого больше, чем в обычной игре. Смотрите, могут накапывать войска опыт и экипировка, что-то даёт им реальные преимущества и сохраняется ли всё это от битвы к битве? Да, это делает их сильнее. Кроме того, вы можете немножко изменить их отведение, в частности, сменив оружие. То есть, зрение, которое обычно хорошо выступает в этих фантехплотах, вы можете сделать с собой больше всего против валерий. Да, после каждой битвы, за каждой битвы вы получаете внутреннюю валюту серебро и опыт. И за этот опыт и серебро вы получаете разные улучшения, в частности, новые снаряжения. Когда будет финальная версия ориентировочная и будет ли какой-то мистический носитель, то есть диспродаваться? Точно это пока не определенно. Мы предполагаем, что это случится где-то в начале следующего года. Дело в том, что в 100-го арена мы гораздо внимательнее прислушиваемся к игрокам. Насколько это многопозимская игра и тритерная игра, то, фактически, это услуга, которую мы предоставляем игрокам. Если она им не нравится, они не будут играть, она придётся критику. Так что мы будем смотреть на собственные цели и на запросы сообщества игроков. Ну, и выпустим, когда это будет. Для нас это, конечно, один из основных проектов. Да, над ним работала немного меньшая команда, но это за счёт того, что мы можем пользоваться разработками друг от других частей команды. Движком, в частности. И мы вообще рассчитываем, надеемся, что игра примет сейчас больше игроков и будет серьёзным проектом, который принесёт нам большие готовности. Сейчас движок, с какой игрой взят? В основу лёг движок в второй части Рима, но мы постепенно добавляем нововведения, которые появились в Аттиле и даже в Морхаммере, который в разработке, и выбираем то, что нужно нам для арены, не берём всё. Здесь сейчас мы можем это сделать, но это можно сделать на стандартной строке. Кроме того, сейчас можно зайти на PlayArena.tomlemore.com и внести свою электронную почту. Главное, что вы из России, теперь игрокам из России посылают ключи гостей, вы можете скачать игру игроков. Ну, хорошо. Ряд ли переход в онлайн на Simple Player проекты? Нет, мы так и не думаем. Мы рассматриваем арену и напользуемся на серию как две разные основы нашей работы. Дело в том, что большое количество игроков, которые играют в Total War однополисовские игры, заинтересованы именно в однополисовские игры. Часть хочет играть больше в мультиплеер, но мы рассчитываем на то, что арена привлечёт большое количество игроков, которые не играли в Total War раньше, но хотят играть в мультиплеер. Ну, например, были кланы, которые играли в Рим 2 и хватило соревновательного уровня мультиплеер. И эти кланы фактически сейчас переместились в арену, и мало того, что они переместились, они сильно выросли. И появляются другие игроки, которые переходят в других. Другие кланы тоже привлекаются в Total War. И наши исследования о рынке показывают, что есть много игроков, которые любят глубину и проработанность аренополисовской Total War. Тогда можно выбирать 100-200 часов и переигрывать за разные стороны. Но есть также игроки, которые этой сложности и проработанности любви не боятся. И считают, что Total War не для них. Вот мы хотим сделать, чтобы Total War Arena была для них. Потому что они могут прийти на 15 минут на час, а потом вернуться через пару дней и не боятся, что у нас всё забудут или как-то стеляют. Я думаю, что будет система кланов, личные альянсы, союзы, там... В последний момент, когда кланы в игре можно сделать, то есть система кланов снизу. А с тем, как соперники поможутся в материнской технике. Это в основном, что кланы используются. Сейчас кланы организуют себя в союзе игр, и используются в этой партии, чтобы играть вместе. У нас есть планы, чтобы представить кланы, которые просто используются. Костя, а почему вы решили сделать такую игру необычной для вас? Мы хотели сделать многоподенческую игру, потому что, во-первых, рынок многоподенческий будет только расти. И наши игроки просили об этом со времён Сёгну 2, может быть, и раньше. И, кроме того, ну, это имеет смысл с точки зрения доходов. Не складывайте яйца в одну квартиру, а как бы распределить наши доходы, получаясь из разных стран. Мы смотрим на разные рынки. Например, мы смотрим на разные рынки. Мы смотрим на разные рынки. И также мы нашли, что определенные типы игровых бизнесменов... Тоддлова арена... Тоддлова арена была всегда популярна в России. Но у нас было поражение, что мы не достигаем всего, чего мы сейчас в России. Сейчас Тоддлова арена... Тоддлова арена самая страна, которая представлена больше всего, это Россия. Хотя формально мы только что открыли регистрацию для игроков из России. Кроме того, собственно, распределение... Использование разных бизнесмоделей и разных жанров позволяет нам покрыть большую часть рынки. В частности, у нас есть мобильник. Игра пока даже для России доступна только на английском языке. Мы, конечно, переведем ее на русский язык. Но, несмотря на это, российский оплат первый в чистом месте.